Моя ненаглядная девочка, 42-я сирия. Знаешь, что я хочу? Чтобы мы построили дом с большим-большим-большим садом. И зачем тебе нужен такой большой сад? Ну, чтобы там играли собаки. Собаки? Да. Ты любишь собак? Да, мне нравятся собаки. Тебе следует это знать, сумасшедший. Я схожу с ума по тебе. Даже не знаю, что для меня значит слышать, как ты говоришь такие вещи. Знать, что ты чувствуешь, то же самое. И что мы сможем жить одной жизнью. Но мы должны быть реалистами. Некрасивое слово. Мы оба состоим в браке. Мы скоро не будем такими. Да, это будет сложный и горький путь. Но я уверен, что то, что мы чувствуем, того стоит. Но есть еще и Себастьян. Скажи мне, Флора, что ты думаешь о решении моей мамы? Я имею в виду Алекандра. Ну, любовь моя, это, я думаю, что я не имею права решать, что здесь хорошо, а что здесь плохо. И в данных обстоятельствах я бы сказала, что, ну, когда люди не любят, лучше расстаться. Я имею в виду объяснить. Я не понимаю. Я знаю только, что никогда не перестану любить ни мою маму, ни тебя, ни Алекандра. Алекандра, конечно, любовь моя, дело в том, что ты чувствуешь к нам, это любовь, это любовь, это другая любовь, не такая, как между мужчиной и женщиной, но, как сказать, любовь пары, это как сумасшедшая, вот так. То есть никто не знает, когда она начинается, никто не знает, когда она заканчивается. Иногда она никогда не заканчивается и продолжается, но иногда, да, она проходит, и тогда нужно расстаться и быть друзьями, как и всегда. Я объяснила. Знаешь, Флора, иногда, когда я один, я пытаюсь представить моего папу, который на небесах, но всегда я заканчиваю, думая об Алекандра. Должно быть, он единственный папа, который у меня был. Хорошо, почти, папа. Моя ненаглядная девочка. Перевод Мульяна и Грета 69, озвучка Мария. 42 серия. Ты думаешь, что Себастьян не примет меня? Нет, я не об этом. Себастьян испытывает теплые чувства к Алекандра, и у него есть на это причины. Алекандр всегда относился к нему, как будто бы он был его, его отцом. Да. Кроме того, нам необходимо подумать об Алекандра и Исабель. И это означает, что мы не можем строить планы. Это означает, что мы должны строить их, не забывая о том, что нас окружает. Мы должны делать все хорошо. Поэтому я прошу, я прошу дать мне время и много понимания во всем. Только если ты мне пообещаешь, что в конце этого пути мы будем вместе. Я тебе это обещаю. Я должна идти. Я уже два дня не видела Себастьяна, и кроме того, ты должен повидать свою бабушку. Сейчас ты ей очень нужен. Уверена? И нет другого выхода? Нет, нет, сеньор, другого выхода нет. Веди себя хорошо со своей бабушкой. Минутку, минутку. Да? Ты хочешь сказать, что было бы хорошо? Это только для того, чтобы... Иди. Возьми. Я хочу, чтобы ты созвала срочное собрание акционеров на завтра. Ты должна убедить, что придут все, а особенно Ливарес, Карденас, Буэнавентура. Конечно, и если спросят, по какому поводу собрание, что сказать? Что Камила Ливарес должна сообщить им кое-что очень серьезное. Ничего больше? Этого достаточно? Хорошо. С вашего разрешения. Я через многое прошла, чтобы достичь этого. Я не позволю, чтобы кто-либо отобрал у меня то, что мне стоило стольких трудов. А ты, Консуэл Ливарес, не знаешь, с кем ты связываешься. Ты уверена, что ты хочешь это сделать, бабушка? Конечно, да. Компания Ливарес не могут оставаться в руках такого человека, как Камила. Или это продажа усадьбы, только доказательство того, как они действуют, и я этого не одобряю, бабушка. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Но в данный момент, когда компания претендует на нефтяной бизнес, внутренний скандал такого характера будет очень большой неудачей. Ты понимаешь, что стоит на кону? Хорошо, тогда компания Ливарес должна закончить свое существование, и не нужно сожалеть об этом. Ай, бабушка, меня заботит твое будущее. И думаю, что дедушка Хуан Баутиста тоже беспокоился бы о тебе. Послушай, Степан, твой дедушка и я были женаты более 40 лет. Достаточно времени, чтобы понять, что за меня не нужно беспокоиться, и тебе тоже не стоит. В таком случае, зачем ты мне это рассказываешь? Ты знаешь, что я не могу тебе помочь. У меня договоренности с консульцием. Послушай, сеньор, я не прошу тебя помощи. Я только хотела, чтобы ты меня выслушал. И ты мне ответил точно так же, как это бы сделал твой дедушка. И это то, что согревает сердце любой бабушки. Но ты все равно не будешь слушать. Ну и ее тоже в любом случае. Но ты не нравилась знать, что он меня любит. Как и ты. Хорошо. А сейчас расскажи мне, расскажи мне, что произошло с тобой. Ой, а, любовь моя, я так по тебе скучала, мое небо. Мы что, выросли? Да, мы стали огромными, небо мое. Что, мама? Я такой же. Люди не меняются за два дня. Хотя, ты изменилась. Мой красавчик. Ты какая-то другая. Ты такая довольная. Но это, наверное, от радости, потому что я снова с тобой. И расскажи мне, расскажи мне, как ты себя вел. Ты сделал домашнее задание? Конечно. А также научил Флору играть. Супер Нинтендо? Ты должна была видеть, какая она была смешная, когда сражалась с этими пультами. Я так скучал по тебе. А, я тоже по тебе скучала, любовь моя. И знаешь что? Я собираюсь собрать все поцелуи, которые ты мне должен. Это за вчерашний день, за вчерашний вечер, за вчерашнее утро, за послеобеденный сон. Ай, мое солнышко. Черт побери. Прибыла наша путешественница. Привет, чемпион. Привет, Александра. Как дела? Супер. И что? Мы что-нибудь празднуем? Что-то, что я не знаю? Мы празднуем то, что моя мама только что приехала. Ее поездка была очень удачной. Ты не думаешь, что мы должны были позволить ей отдохнуть подольше? Конечно. Бабушка, все, что у меня оставалось от моей прежней жизни, это одержимость одним взглядом. И после несчастного случая я не мог найти человека, который смотрел бы на меня так, пока не появилась Мария Де Лауз. И это был ее взгляд. Нет. Лучше, чем это. Она разрушила этот взгляд. С тех пор, как я полюбил ее, он перестал преследовать меня, он просто исчез. В таком случае ты счастлив? А что, не похоже? Похоже. Но это меня все же беспокоит. Нет, 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 ты не должна беспокоиться из-за меня, бабушка. Послушай, Стеба, я никто для того, чтобы судить твою жизнь, не то, что ты чувствуешь, но я знаю из собственного опыта, что счастье не приходит ни случайно, ни безвозмездно. Почему ты мне это говоришь? Я что, не заслуживаю счастья с Марии Де Лауз? Ты заслуживаешь, но только если ты будешь вести себя достойно. Только если ты будешь делать то, что должен делать. В такие моменты нужно быть цельным человеком. Это сложно, Стеба. Ты столкнешься со многими испытаниями на своем пути. Я осознаю это, бабушка. Я осознаю. В таком случае тебя не побеспокоит, если я напомню тебе, что ты должен принимать во внимание Исабель. Я это знаю. Она беспокоит меня больше всего. Сюрприз! Извините. Я не знала, что у вас собрание. Я вас прервала. Нет, 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 никаким образом. Дочка, как хорошо, что ты пришла. Как хорошо, что ты пришла. Привет, папочка. Удачный момент. Мы ждем из Тебана, чтобы отпраздновать то, что наконец нам предоставили месторождение Сильвы. Дочка, ты действительно прекрасна. Спасибо, папочка. Но меня это удивляет, потому что я звонила Ольге из парикмахерской. Она сказала, что Истебан уехал достаточно давно сюда. Но он так и не приехал. Нет, но он звонил и сказал, что он уже едет. Ну, просто он, ну, просто ничего, доченька, ничего. И сейчас у меня есть две причины поднять тост. Месторождение Сильвы и то, что у меня самая красивая дочь в мире. Скажите мне, сеньор, ну разве это создание не настоящая красота? Абсолютно. Мы можем поговорить? В зависимости от того, о чем поговорить. Алехандро, почему ты наставишь на том, чтобы все было намного сложнее, чем оно есть? Нам нужно многое сохранить. То, что мы расстаемся, не значит, что мы должны одолиться. Почему ты наставишь на том, чтобы все оставалось как есть? Буду благодарен, если ты ему не будешь говорить за меня. Очень хорошо. Очень хорошо. Я не буду говорить за тебя. Ты видел прошение о разводе? Нет? Так ты должен это сделать. И чем быстрее, тем лучше. У меня нет никакой необходимости. А у меня есть. Алехандро, сейчас, когда мы находимся в процессе развода, я думаю, что самым подходящим будет, если ты переедешь отсюда. Ты меня просишь об этом или требуешь? Я тебя умоляю. Алехандро, так будет лучше для всех. Нет. Я не собираюсь никуда переезжать. Алехандро, пойми меня. Я буду продолжать настаивать на своем. Нет, я думаю, ты должна будешь все повернуть назад и аннулировать свое прошение о разводе. Что ты говоришь? И сейчас, наконец-то, мы здесь, благодаря моему отцу. Если бы не он, то ты бы остался спать в консорциуме. А я ему сказала, чтобы он оставил этот день для тебя и для меня. Хочешь глоточек? Нет, нет, спасибо. Мне уже хватило шампанского. А мне тоже, но знаешь что? Сегодня я чувствую себя, как будто бы, как будто вкусно. Вкусно. Сегодня был особенно длинный день. Что ты делаешь? Ничего. Хочу танцевать. Сеньора Стебан Ливарес, позвольте пригласить вас. Исабель, я очень устал. Не говори нет, пожалуйста. Ай, как хорошо, любовь моя. Я говорила тебе, что я с ума схожу по тебе. Я это сказала? Кажется, что совсем неплохо. Особенно если учитывать, что я писал, то, что мог вспомнить, вкратце то, что ты мне сама рассказывала, да? О том, как ты с ним встретилась, познакомилась, про любовь, несчастный случай. Я думаю, что это все. Зачем ты это сделал? Чтобы Стебан это прочитал? Нет. Да? Да. У тебя 24 часа для того, чтобы отозвать прошение о разводе. В обратном случае, то, что здесь написано, попадет в руки к Стебану. Если он сойдет с ума, застрелится или еще что-нибудь, ты понесешь ответственность за это. Ты понимаешь? Мерседес, что ты здесь делаешь в темноте? Подожди, я сейчас зажгу свет. Нет, оставь так, пожалуйста. И можно узнать, почему синьора красавица сидит здесь совсем одна? Так тихо. Ну, просто у меня разболелась голова, я не могла заснуть. Какое совпадение. У меня тоже болит голова, такое чувство, как будто бы она взорвется. Ну, честно говоря, пришел за таблеткой успокоительного. Ты такая красивая. Хуан Карлос. Ради бы, я отдал бы за это свою жизнь. Я умираю от желания поцеловать тебя. Это не поможет тебе получить то, что ты хочешь, Алехандро. Что это тебе даст? Обязать меня оставаться рядом с тобой, если только ты не имеешь целью отомстить мне и Стыбану. У тебя 24 часа, чтобы отозвать прошение о разводе. Не заставляй меня ненавидеть тебя, Алехандро. Не вынуждай меня делать это, потому что так будет хуже для нас двоих. Я очень сожалею. Но такова жизнь. Ради бога, подумай о том, что ты делаешь, и о том, что ты делаешь с самим собой. У тебя 24 часа. Когда-нибудь ты заплатишь за это. Вполне возможно. Но я не буду единственным. Хуанкарус, пожалуйста, оставь меня. Нет, я тебя никогда не оставлю. Никогда больше. Стучаться, Мариана. Черт побери. Почему это вы здесь сидите с такими лицами в такой час? Вы что, ждете, когда я приду? А, любовь моя, да что ты, ничего не происходит. Что тебе пришло в голову? Как дела, любовь моя? Ты мне сказала, что придешь в 11? Мариана, в чем дело? Сейчас 11.35. Ну, мамочка, я... Это шутка, это шутка. Я не сплю не поэтому. Представь себе, у Хуана Карлоса болела голова, ай, ну, здесь была таблетка, головная боль или похмелье. Что еще можно подумать, если человек готов выпить целый кувшин воды? Что? Вода? Вода, да. Нет, слушай, дело в том, что я ел рис по-китайски. Когда я ем рис по-китайски, я ужасно хочу пить. Как все прошло с твоим кавалером? 20 очков, мамочка. Я убедилась в том, что Федерико действительно меня любит. Но это так странно, лучше сказать, даже загадочно. Когда кто-то влюблен, об этом даже не нужно говорить. Есть ты, этот человек и ничего больше. Вот так просто. Так и есть. Когда приходит любовь, никакая человеческая седа ее не остановит. Точно так, друг. Ну, хорошо, с вашего позволения я пойду спать, потому что я просто умираю. Хорошего сна, Хуан Карлос, благослови, мамочка. Нет, нет, я иду с тобой, завтра должна рано вставать. Пока, спокойной ночи. Пока. Точно, она меня любит. Да, если меня любит. Спасибо, Мария Луиза. Не за что. Если я вам буду нужна, я на кухне, с вашего позволения. Хорошо? Я думаю, что сейчас ты достаточно успокоилась, чтобы выслушать наставления старухи, у которой было много времени, чтобы набраться опыта. Дело не в опыте, Тоня Консуэлла. Я уже сказала, что мне горько от невозможности. Невозможно это слово, просто вымысел. Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо встретиться с жизнью лицом к лицу. Так и есть. И именно это происходит с тобой. Ты боишься? Да. Конечно, я боюсь. Скажите мне, что мне делать, чтобы не бояться. У них никакого греха в том, чтобы бояться, девочка моя. Но мы не должны позволять, чтобы над нами одержали победу или решались за нас. Но почему вы не можете понять? Дело не в страхе за меня. Я бы отказалась от своей жизни ради него. Ради той любви, которую я чувствую. И от которой у меня осталось самое лучшее и большое, что у меня есть. Это мой сын. Девочка моя. Жизнь сложная штука. Но ее все же нужно прожить, и поэтому мы должны бороться за то, чтобы победить. Послушай, в этой жизни нет никаких ограничений, кроме тех, которые мы сами себе ставим. Но я же связана по рукам и ногам, Донья Консуэлла. Все, что вы говорите, очень красиво, но вряд ли мы имеем право преодолевать эти ограничения за счет счастья и жизни других людей. Нет. Ведь так? По крайней мере, я так не могу. И я признаю, что да. В этом смысле я трусиха. Но я бы не смогла сделать что-то, что могло означать разрушение для Истебана. И настаивать на этой любви было бы все равно, что разрушить его одновременно. Нашу любовь нельзя вернуть, Донья Консуэлла. У тебя должна быть резкая причина, чтобы ты захотела видеть меня здесь. Честно говоря, ты должна радоваться нашей встрече. Тем более, если то, что я тебе скажу, позволит тебе успокоиться по поводу твоего Истебана. Слушай, тебе наверняка это понравится? Алехандро, пожалуйста. Пожалуйста, не нужно все путать. То, что произошло с нами, не должно заставлять нас забывать о будущем. Меня также интересует Истебан, как тебя Мария Делалуз. Поэтому, пожалуйста, давай, давай оставим все это. Понятно, понятно, но я думал, что мы могли бы немного разрядиться, снять напряжение. Очень хорошо, очень хорошо. Будет так, как ты хочешь, дорогая. Но не забывай, что у нас есть проблема. Да, то, что ты не можешь справиться со своей женой. Так вот, я нашел способ с ней справиться. Какой? Я ей прегрозил, что расскажу Истебану о их прошлом. Что? Нет, Алехандро, ты не можешь сделать это. Это может поставить по-другому всю жизнь Истебана. Ты не можешь сделать это. Ты слышишь меня? Ну как это, Сабель, ушла, Ольга? Я же тебе сказал, чтобы ты мне позвонила. Да, сеньор, но сеньора ушла. Так что я даже не поняла этого, извините меня. Ладно, 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 хорошо, хорошо. Пожалуйста, когда она придет, скажи ей, чтобы она мне позвонила. Я должен поговорить с Сабель. Это будет больно и сложно, но... Будет еще хуже, если я буду ее обманывать. Сегодня же Истебель должна узнать, что я собираюсь с ней расстаться. Я собираюсь отозвать прошение о разводе, Донья Консуэлла. Я не могу продолжать с этим. Я думаю, что ты должна еще немного подождать. И какой в этом смысл? Хай, ради бога, разве ты не видишь, что сейчас ты не ориентируешься, ты не можешь принимать решения? Да. Вряд ли я понимаю, как ты себя чувствуешь, но я скажу тебе кое-что. Я не собираюсь принимать твой отказ. Вы знаете, что я не могу продолжать работать с вами. Я не могу позволить себе видеться здесь с Истебаном. Я знаю только, что у нас с тобой две договоренности, и ты мне дала свое слово, дорогая. Я уже дала инструкции доктору Каррера, чтобы он организовал фонд, а ты являешься его президентом. И с другой стороны, я не для того доверила тебе историю своей семьи, чтобы ты меня сейчас бросала. Что же мне теперь делать, Доня Консуэла? Послушай, если я дам тебе гарантию того, что ты не увидишь Истебана, по крайней мере, у меня дома, конечно. Вы знаете, что это невозможно? Этот дом будет первым местом, где Истебан станет меня искать? Кроме того, если он будет приходить, чтобы искать меня, это будет мешать тому, чтобы вы с ним виделись? Об этом, об этом я сама позабочусь. Давай-ка, скажи мне. Ну что ты на это скажешь, Доня Консуэла? Окажите мне услугу. Да? Пообещайте мне, что вы абсолютно ничего не скажете Истебану обо мне. Я вас умоляю. С кем ты думаешь, ты разговариваешь? Слушай, я тебя предупреждаю, что ты меня обижаешь, девочка. Я в ваших руках. Сейчас моя боль... Это Истебан. Хочешь глоточек? Честно говоря, я тебя не понимаю, Исабель. Не понимаю, потому что никогда не думал, что действительно-действительно ты так страдаешь из-за Истебана. Я честно очень впечатлен. Ты что, так и не понял, что я тебе сказала? О диагностике швейцарского врача? Нет, прекрасно понял. Кроме того, я заметил, как ты нервничала, когда рассказывала об этом. Почему, Исабель? Ну, я тебе сказала, я любым способом хотела избежать страданий для Истебана. Ты уверена, что ничего больше? Ай, слушай, это все. Ты что, мне не веришь? Ты многим обязана этому доктору Шварц, не так ли? Что ты имеешь в виду? Я тебя не понимаю. Если бы не диагноз обогнезии твоего мужа, который он поставил, я уверен, что он бы искал другие, другие возможности. Какое-то другое лечение, какое-то второе мнение, вот. И тогда он бы никогда к тебе не женился, не так ли? Ну, как эта Исабель еще не приехала? Нет, сеньор. Она что, не сказала тебе, что собирается делать, куда она пошла? Не знаю, я пытаюсь связаться с ней по сотовому, но она мне не отвечает. Должно быть, он отключен. Как только она вернется, я скажу, что вы звонили. Хорошо, Ольга, спасибо. Мне нужно поговорить с тобой, Исабель. Почему ты делаешь это еще сложнее для меня? Мне нужно сказать тебе, что я люблю Марии Делалус и больше не могу быть с тобой вместе. Слушай, Александр, Исабель женился на мне, потому что он был влюблен в меня. Поэтому я не позволю тебе делать такие заявления. Мой брак был совершенным до тех пор, пока не появилась Мария Делалус. Из чего мы сделаем вывод, что будет лучше, если они не увидятся снова. Насколько я помню, это полностью зависит от тебя. Хорошо, хорошо. Я буду продолжать с тем, что я делаю. Буду угрожать Марии Делалус, рассказать всю правду и ждать, что она отзовет свое упрошение о разводе. А если она этого не сделает? В таком случае тебе придется рассказать мне намного больше об этом докторе Шварц. И почему тебе доставляет неудобство говорить о нем? Ай, слушай, не пугай меня, как мне ты надоело. Конечно, ты боишься. Там внутри есть секрет, и я это знаю. Но на данный момент мне это не интересно. На данный момент меня интересует совсем другой айсабель. Значит, завтра ты начинаешь учебу. Что ты будешь делать с работой? Собираешься ее оставить? Ты с ума сошел? Оставить работу. Я собираюсь работать и учиться. По утрам я буду учиться, а вечерами работать в кафе. Ты должна понимать, что это будет достаточно сложно. Ну да, но в конце концов, оно того стоит ведь так. Что меня беспокоит, так это то, что у нас будет совсем мало времени, чтобы видеться. Потому что вечерами я буду в кафе, и по выходным, ты сам знаешь, там очень много работы. Но зато я смогу приходить к тебе каждый день. Это мне кажется великолепным. Не знаю почему, но мне кажется, что ты что-то недоговариваешь. Ты уверена, что ты не колдунья. Ну, просто я собираюсь все выяснить. Если все получится так, как я планировал, я вернусь в консерваторию по классу фортепиано. Как тебе? Что? Как великолепно! Ну, похоже, мне пора. Но будь очень внимательна с Лаурой, ты меня слышал. Одно дело, что она хорошо поет, а другое то, что она посягает на мою территорию. Эта территория будет взращена, забронирована и сохранена только для одной женщины. Для тебя. Хорошо, пока. Пока. Извини, что я пришел вот так, не предупредив, но я постучал, и мне никто не открыл, а мне нужно было найти эти книги. Не беспокойся, Хуан Мануэль, это твой дом. Ну, это был мой дом. Сейчас это твой. Я правда рада тому, что ты пришел, потому что хотела сказать тебе кое-что. Говори. Я решила отправиться в путешествие. Мне просто необходимо оставить все это. Сеньоры, я собрала вас здесь, потому что среди всех акционеров вы обладаете моим наибольшим доверием. Черт побери, черт побери, Камила. Это честь, которую ты оказываешь всем нам. Да, теперь пора поднять флаги и доказать, что мои ряды не потревожены. Дело в том, что моя бабушка хочет меня вытеснить из компании. И для этого она собирает собрание акционеров. Но этого не может быть, сеньоры ведь так. Нет, надеемся, нет. Надеюсь, этого не произойдет, поэтому я и собрала вас здесь. Причины, по которым моя бабушка это делает, к делу не имеют отношения. Но скажем, что у каждой из нас свои взгляды. И моя бабушка не хочет признать, что я принимаю верные решения. Хорошо, но что можем сделать мы? Очень просто. Вы должны уменьшить влияние, которое имеет моя бабушка среди акционеров. Вы должны убедить треть акционеров этой компании, чтобы они не голосовали в ее пользу на этом собрании. Понятно? Если хочешь, можешь жить в доме, пока я путешествую. Ты думаешь, что можно? Конечно. Хорошо, я приму предложение, потому что там, в отеле, мне плохо работает сам. А здесь, кроме моих вещей, остались самые лучшие годы моей жизни. Люди? Они тоже ошибаются. Дельфина. Я только хочу сказать тебе. Будет лучше, если мы оставим все как есть. Марьяна? Марьяна, дочка, ты здесь? Ай, какое облегчение. По крайней мере. Хуан Карлос? Да? Я ждал тебя, Мерседес. Эстебан, что ты здесь делаешь? Я звонил тебе несколько раз со собой. Я хотел пригласить тебя на обед. Ай, как хорошо. Я только переоденусь, и мы пойдем. Нет, нет, нет. Лучше нет. Правда, я только приму душ. Очень быстро. На самом деле, я хотел, чтобы мы поговорили. Вот я быстренько переоденусь, и мы поговорим. Что? Слушай. Я не знаю, как сказать то, что я должен сказать, но... Тебе будет в любом случае нехорошо, как бы я тебе это ни сказал. В конце концов, все сводится к одной простой фразе. Какой? Я влюблен в другую женщину? Ты не представляешь, я думала о тебе всю ночь и весь день. Мне было так необходимо увидеть тебя, Мерседес. Почувствовать тебя снова в своих руках. Поцеловать тебя. Пан Карлос. Правда, слушай, я не знаю, что ты там думаешь, фантазируешь, и какие мысли возникают у тебя в голове, но... Правда, для профилактики я прошу тебя выбросить весь мусор из головы, потому что ты ошибаешься на мой счет. Что? Я ошибаюсь. Ради бога, Мерседес, кого ты пытаешься обмануть? Вчера вечером ты показала, что ты чувствуешь то же самое, что и я? Ай, Хуан Карлос, ради бога. Так, по-твоему, то, что произошло вчера, мы целовались? Ты в этом поцелуе, я почувствовала все, Мерседес. Почувствовала твою душу, твои желания, твою любовь. Хуан Карлос, ради бога, правда, я слушаю тебя и не узнаю. Ты что, так просто повелся на поцелуй, Хуан Карлос? Ты знаешь, что это было больше, чем просто поцелуй, Мерседес. Отношения, это больше, чем просто поцелуй. Извини, извини, если я дала понять то, чего нет, я признаю, я виновата. Я должна была держать себя в руках. Хуан Карлос, это была досадная ошибка, но... А сейчас ты будешь продолжать притворяться, что это была досадная ошибка? Но я не понимаю, как это, как это, когда ты говоришь мне, что я сошла с ума, что я не могла подумать этого, что это было слишком сложно, что я не могла подумать этого, я не хочу так. Я не могу тебе сказать ничего больше. Не трогай меня, пожалуйста, не трогай меня. Можешь говорить все, что хочешь, Изабель, но я не знаю, как это объяснить. Я также не мог скрывать это, потому что так было бы хуже. Хуже, хуже, было бы хуже. Да. Хуже, хуже, было бы хуже. Как ты можешь говорить, что может быть хуже? Кто она? Зачем ты хочешь это знать? Потому что я хочу это знать, мне нужно имя. Потому что мы будем говорить о ней, и я хочу знать, какое имя называть. Кого ты влюбился, Изабель? Кого ты влюбился, Изабель? Привет. А Флора? Ее нет. Когда она придет, ты узнаешь. Она, наверное, забирает Себастьяна из школы. Все, 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 не продолжай, я сам догадаюсь. Сейчас ты меня спросишь, видел ли я Флору. И я скажу тебе, что нет. Когда я пришел, ее не было. И тут ты мне скажешь, что так даже лучше. Потому что мы должны поговорить о том разговоре, который состоялся вчера между нами. Но сегодня я опережаю события и спрашиваю тебя. Так ты приняла решение? Вот твой ответ. Вот твое прошение о разводе. И я советую тебе повесить огромный плакат у себя в комнате, где большими буквами написано, какой ты негодяй. Правда, Лехандра, я бы никогда не подумала, что я буду способна ненавидеть кого-либо. Но я дошла до этого благодаря тебе. В таком случае мы квиты. Да, ты прав. Мы оба будем ненавидеть одинаково сильно. Мы оба будем одинаково несчастны. Мы оба превратим наши жизни в ад. Да. Так и есть, как ты говоришь, мы квиты, Лехандра Рандон. Я веду себя так со всеми мужчинами. И правда, так и надо. Потому что для вас отношения. Ты мне нравишься, мне с тобой весело. И поехали. Но мы женщины не такие. Женщины не такие импульсивные. Мы не идем с первым, кто вешает нам лапшу на уши. Хуан Карлос, я не вешаю тебе лапшу на уши. Мои чувства серьезные. Я в тебя влюбился. Пожалуйста, не мучай меня больше. И что скажет Марианна обо всем этом? В том, что мы чувствуем, нет ничего плохого. Кроме того, твоя дочь очень умная девушка. Я уверен, она будет первая, кто порадуется за то, что мы снова счастливы. Ампара, Ампара, Хуан Карлос, она все еще влюблена в тебя. Рано или поздно она поймет. Наши с ней отношения не были любовью. Но ты, Мерседес, заставила меня почувствовать, что такое настоящая любовь. Не делай этого со мной, пожалуйста. Я умоляю тебя, не делай этого. Мерседес. Успокойся, потому что я все поняла. Все стало для меня очень ясно. И вот я пришла, чтобы отпраздновать свой талант и желание работать в этой компании. Слушай, чему обязана это чудо? Метафизики. Мета что? Метафизики. Да, это книга, которую мне продали по метафизике, где говорится о законах жизни и все такое. Так вот, я начала читать ее, и она наконец-то прояснила для меня всю квартиру. Как это говорится? Не знаю. Картину? Вот точно. Должна сказать тебе, что я вижу всю панораму. Очень четко любовь моя, потому что моя жизнь – это определенное телевидение, лампы, камеры, экшен, восхищение публики, автографы. Ай, слушай. Ну, какого черта сдался мне этот Янки, а? Пусть он делает все, что хочет, уж не зная, что там он хочет от своей жизни, но пусть следует своей метафизике, любовь моя, но я не должна больше беспокоиться из-за него. Вот так. Так хорошо? Да? Мерседес. Мерседес. Пожалуйста, выслушай меня. Прости меня, Мерседес. Но что ты хочешь, чтобы я делал, если я влюбился в тебя как сумасшедший? Пожалуйста, Мерседес. 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 Я не хочу больше страдать, Хуан Карлос. Я не выдержу больше. Мерседес. Все, что я предлагаю, это жить. Мерседес. Мерседес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова